...русскоязычного населения, которое, в принципе, дает возможность говорить о проблемах здесь, на этой территории. Мы не говорим о российских проблемах, мы говорим о том, о жизни здесь. Я понимаю, но это долгосрочное, может быть. Да, если краткосрочное, я думаю, что у меня и технически нет возможности развивать еще, скажем, сильнее русское вещание на данный момент. Я думаю, что следующий год будет годом, где мы пойдем не в ширину, а в глубь. Я думаю, что мы будем... Это что значит? Это значит качество, аналитика и все остальное. Это будут вот такие цели на следующий год. Но, подождите, предполагается ли это увеличение русского контента в нынешней линейке телепередачной ЛПВС? Я вижу это так. Решение, я думаю, и вы уже задавали вопрос по финансам, я понимаю, и не получили ответ, могу ответить. Это не подтверждено на данный момент. Но, поверьте мне, мне очень не нравится делать какие-то вещи на очень короткий срок. Я буду бороться за то, чтобы финансирование было, это раз. Если оно не будет, я буду смотреть, что я могу делать и как я могу маневрировать. Я понял. Спасибо большое. Я думаю, что государство, и вы в том числе в лице Совета, когда господин Белта предлагал идею, вы, не знаю, поддерживали или не поддерживали, но финансирование дали, когда случилась Украина. Что это медвежья услуга для нас, журналистов, работающих сейчас здесь. Почему? Почему? Потому что нас воспринимают как пропагандистов, как людей, которых посадили для того, чтобы противодействовать российской пропаганде. Когда мне об этом пишут в фейсбуке, вы знаете, мне этим людям нечего абсолютно ответить. Ну, я не могу доказывать, что я не верблюд. Я могу только сказать, ребята, ну, смотрите нашу программу, убеждайтесь, наверное, в том, что мы пытаемся представить все точки зрения. Но вам не кажется, что вы, с одной стороны, вот говорите о каких-то очень таких приятных, красивых вещах, а с другой стороны, своими же действиями, на самом деле, убиваете эту идею просто на корню. Я не знаю, я сам из среды журналистов, и никакой пропаганды никогда... Я говорю о восприятии, я не говорю о том, что я пропагандист, а я говорю о восприятии. Это, наверное, вопрос коммуникации, как это потом воспринимается в обществе, такие шаги. Но это же предсказуемое. То, что планирование, в том числе русского вещания, было довольно конкретно, это была моя личная идея. В одной момент, когда началась ситуация с РТР, предлагала развивать наши концепции, поставленное развитие русского вещания для общественных медий. У меня вообще не было сомнений, почему это нужно. А в контексте того, что говорил, и это финансирование запланировано для следующий год, она в правительстве находится один из приоритетов следующего года для бюджета. Хорошо. А я насчет канала. Канала какого? Насчет русскоязычного канала, по-моему, я помню, где-то год назад, когда началась эта идея, в воздухе была... Олга Проскурова написала очень чудесную статью о том, и статья называлась «Балтия естедай». Этот канал какого... И что это уже должно было произойти вчера. Ну, и очень должно произойти. Дайте, пожалуйста, график, который мы подготовили. Ой. Так. Это значит, если вы все прекрасно помните, СКДС проводил по заказу правительства опрос. И там есть очень интересное. Вот эти графики, которые мы покажем, они разрушают вот этот вот миф о том, что особенно это ответы русскоязычных латвийцев. Русских, те, которые называют себя русскими, проживающих в Латвии. Вопрос, откуда они получают информацию, если мы говорим о телевидении. На первом месте первый Балтийский канал, затем ТВ-5, ЛНТ, ТВ-3, ну, ЛТВ-7, ЛТВ-1. Что тоже, кстати говоря, на мой взгляд, интересная цифра. Но дайте, пожалуйста, следующий график по поводу ПБК. У меня будет еще вопрос отдельно. Так, это радио. Пожалуйста, Латвийское радио-4. Информационный, по сути дела, канал. И мне кажется, что все разговоры о том, что... Мне кажется, это отмечали уже не раз эксперты. Что если я смотрю первый Балтийский канал, это не значит, что я смотрю программу «Время». Я могу смотреть, как они там называются, «Малахов минус», пусть молчат, и давай разведемся. Простите мой юмор. И покажите, по-моему, еще интернет у нас был. Нет, это газеты. Ну, тоже местные. Ну, это даже не сильно интересно. Интернет, покажите, пожалуйста. Пожалуйста, Дельфия. Вот можно было бы... Посмотрите, вот лента Ру, и то еще до развала, когда редакция в полном составе ушла, и это ударило по репутации. Но и то, и то она занимает вот здесь какое-то место не самое первое. Все наше, все наше. И причем, в принципе, те информационные каналы, которые, мне кажется, не сильно запятнали свою репутацию, имею в виду. В том числе интернет-портал Дельфия. По поводу телевидения. Если можно, покажите еще раз график телевидения. У меня вопрос по первому Балтийскому каналу. Ну, вот посмотрите. Это возвращаясь к вопросу о качестве. О качестве. Латвийское время, это программа, которая для меня стала в свое время открытием, еще работая на ТВ-5. Латвийское время всегда в рейтингах опережало московское время. То есть мы всегда думали, что московское время как-то вот и о них следом, а оказалось наоборот. Вот вопрос вот какой. Смотрите. Компромат ЛВ, как угодно можно относиться к этому ресурсу. Уже давно публиковала переписку Ушакова с руководством службы новостей ТВ-5. Из которой очень четко следует, что Ушаков имеет прямое влияние, я не знаю, как сейчас, но по крайней мере тогда, на формирование новостей Первого Балтийского канала. А зритель смотрит. Вот возвращаясь к задачам группы, как это регулируется? Ну, наверное, я в первую очередь, наверное, со своей стороны скажу. А что можно добавить? Разве что-то не ясно. Я извиняюсь, вы же задали вопрос. И я хочу сказать со своей стороны еще раз, что тема, которую вы поднимаете, то есть качество журналистики, несомненно, оно очень важно. Но я думаю, что намного более важно в данный момент говорить, что вот мы, например, данные, я не знаю, за какой это период ваши данные были. Это весна. Возможно. Но у нас на рынке есть один измеритель, который создает так называемую валюту, это ТНС. И если мы смотрим на данные ТНС за эту осень, то есть с 1 сентября по вчерашний день, то первые 4 места занимает латвийское время за кадром бизнес-новости и латвийское время вечернее интервью. Это не национальная аудитория. Весь остальной список это развлекательные программы. Еще раз, я хочу сказать, что люди, у которых есть огромный выбор каналов, на которые они могут идти и смотреть, и искать информацию, если они выбирают конкретные программы, то это однозначно означает доверие и то, что они считают этот ресурс очень важным. Я понимаю. Вот профессионалы, ответьте мне, зритель считает доверием новости, вернее, испытывает доверие к новостям, в котором есть подозрения по имеющимся фактам, есть заказные или контролируемые политические сюжеты. Вот такие сюжеты и статьи везде. И это говорит о том, что я говорила о медиакультуре, которая научила аудиторию, что она, аудитория думает, что медиа должны какие-то интересы защищать, часто политические или коммерческие. И вот мы можем, и это медиаполитика, создавать альтернативный канал. И это залет... Залетиться может заниматься только государством и, соответственно, государственные каналы. Потому что мы должны поменять эту ситуацию, что много-много лет это не было ценность, когда ты узнаешь разные мнения. И то, что ты хочешь что-то понять, не только слышать какое-то одно мнение. И потому и люди, которые верят в это, они хотят верить в то, что они уже давно верили. Но нам нужно, чтобы развиваться общество и разнообразная информация. Потому что это уже давно доказано. Если вы смотрите и слышите только однообразные мнения, это повышает уровень радикализма. И во всех государствах, и во всех этнических группах это наша проблема. Пожалуйста. Я хочу добавить, что конкретный прецедент, который вы упомянули, я думаю, лучше всего сможет прокомментировать господин Белта, который в то время, когда это было актуально и обсуждалось, как раз был директором этого канала. Ну, вот видите, господин Белта, посмотрите, получается, что... Я тоже старый вопрос, нам уже несколько раз комментировал. Понятно, хорошо, мы не будем... То есть, это, я думаю, очень важно все, что... Мы поднимаем политический аспект связи масс-медиа с политикой. Это тоже очень тяжелый вопрос, очень сложный вопрос, потому что есть какие-то веры, надежды жителей Латвии, которые относятся к определенным мнениям. Ну, это я понимаю, это я понимаю. Поэтому это тоже, поэтому это и с этим связано. Я хочу сказать, что мы все время вообще, ну, не только мы здесь сегодня обсуждаем, что вот есть, с одной стороны, средства массовой информации, с другой стороны, есть зрители. Мы все время говорим о том, как что-то регулировать и почему не нравится это слово многим, потому что синоним там контролировать, ограничивать и так далее. Давайте говорить просто, извините, ну, может быть, я скажу какую-то довольно радикальную вещь, которая многим не понравится, но мы все безграмотны. В плане того, что мы не умеем читать газеты, мы не умеем смотреть телевизор. Мы, и я в том числе, наше постсоветское общество. Почему это происходит? Да, потому что мне кажется, что со школы нужно детей учить, потому что то, что мы видим, это фрагмент какой-то реальности. Это какая-то конструкция. Мы просто, я понимаю, что это не вопрос, там, года-двух, это вопрос долгосрочной перспективы. Я хотел бы разобраться, знаете, вот Оля Проскурова, главный редактор службы новостей русской на ЛТВ, она мне прислала фрагмент переписки, своей переписки Сынты Брикша, Сынты Брикша, которая по поводу новых проектов русского вещания на ЛТВ, смотри, что она пишет, я сейчас просто буду переводить сразу с Латышского. ЛТВ-1, я так понимаю, в свое время, когда запускалась вот эта линейка русского вещания, рекламировали, спасибо большое коллегам, но что возмутило Брикша? Она пишет, что непонятно, почему ЛТВ-1 рекламирует эти программы, как программы для русских. То есть разделяя, вот здесь мы говорим, это для латышей, а это для русских. И она пишет о том, что ЛТВ, это главная проблема ЛТВ в определении вот этой вот концепции, жизненно важной, чтобы не разделять русский и латышский контент, а для того, чтобы зритель, условно говоря, если он владеет обоими языками, то мог совершенно без проблем включать любую программу, и значит, он получит оттуда качественную информацию. Вам не кажется, что госпожа Брикша права? Да, думаю, что может быть она права, да, думаю, что это так. Но знаете, что я хотел сказать, и что мне, ну тоже имею уже некий опыт с русским вещанием здесь, в этом доме, и у меня тоже есть некие ощущения, и ощущения такие, что мне кажется, ну, скажем так, латышские новости всегда в авангарде, очень умные, очень знающие и так далее. Я с самого начала, когда мы создавали русское вещание, в принципе, желал того же самого и, в принципе, русскому вещанию, и русским новостям. И как-то у меня сейчас складывается впечатление, что вы живете, вы как маленькие дети, чуть-чуть сейчас пристреливаетесь, и смотрите, вот что вот начальство скажет. Вы смотрите, что скажет начальство. Не смотрите, работаем. Если можно так сказать. То, что ты задал какое-то время обратно вопрос насчет того, что там называют пропагандистами, или что, мне кажется, что здесь вот очень важно, вы работаете, это общественное вещание. Извини за мой пафос, да, но если у вас, как журналистов, есть внутренняя потребность делать этот продукт, что это значит? Значит, вы понимаете, что то, что вы делаете, нет там, допустим, на ПБК, на ТВ3, на 3+, это внутренняя потребность делать. Если это есть, то я как зритель, как гражданин, а не как потребитель, да, я верю, я смотрю, мне это интересно. И мне кажется, что то, что вот сказал вам тоже господин Белте, да, не надо оглядываться на тех, кто... Это потребитель, который вас называет. Я понимаю. Это должно быть абсолютно ясное представление, зачем я это делаю. Дима, смотри, 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 смотри. Вот это то время, когда Рига стоит в пробках. А наша аудитория, судя по рейтинговым раскладкам, это как раз-таки люди работающие. Это люди очень образованные, занятые, которые в это время возвращаются с работы. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вернее, первый момент. Второй момент. Последние три программы, и сегодня тоже, но чуть-чуть. Сегодня на 5 минут наш эфир сокращен. Предыдущие три программы были на 15 минут сокращены в телеэфире и из-за спортивных трансляций. Это приоритет, это вечная программа. Это то, что я уже говорила, послаливание программы. Это балтия есть. Нет, я не против спорта. Мы что делаем? Мы переходим в интернет-трансляцию, начинают звонить... А вы сейчас на интернет-трансляции, да? Сейчас нет, мы еще в эфире. Сейчас мы в эфире. Мы переходим в интернет-трансляцию, что начинают возмущать телезрителей, которые звонят и говорят, у меня нет интернета и компьютера. Это как раз вопрос об доверии, о том, что важно, если государство решило, что это серьезно и навсегда, то этому надо ответственно относиться и добиваться этого доверия. Я думаю, что вопрос еще и вопрос, господин Балта, это серьезно и навсегда. И вам не кажется, что ЛТВ-7 нужно, скажем так, в ядре концепции определиться, что является приоритетным? Русское вещание, в которое вкладываются деньги. И спорт, в который тоже вкладываются деньги, и в который тоже имеет свою аудиторию. Я не хочу здесь противопоставлять, но я думаю, вы понимаете мой вопрос. Понимаю ваш вопрос. Мне кажется так, что общество само скажет, где расставлять точки над «и». Надо ли это или нет. Тогда ничего не получится. Я хотел, пожалуйста, пожалуйста, у нас баскетбол поджимает. Общество само поставит точки над «и» и думает, что нам будет абсолютно ясно, что мы должны и что мы не должны делать. Если мы создадим вещание, которое действительно будет нужно, необходимо общественности, я думаю, что не будет проблем и с вещанием, и с каналом, и с финансами, и всем остальным. То, что пожелать могу. Ребята, делаем русское вещание намного мощнее и свободнее. Ну, релакс. Хорошо. Релакс. Мы на правильном пути. Мы делаем правильное дело. Не смотрите так много по сторонам. Делайте свое дело. Мы поможем. Хорошо. Я считаю это приоритетным. Мне кажется, что старт был очень хорошим. Продолжайте. Но будьте расслабленнее. Я попрошу режиссерскую вот этот момент речи господина Белта вырезать. И чтобы он никуда не пропал. Можно в конце я быстро прочту некоторые комментарии к нашей программе. Аудитория с нами общается. Павел Петровский в фейсбуке пишет. Очень важную вещь. Вещание русское на ЛТВ пока не очень распиарено после долгого застоя. Но не все еще в курсе о его существовании. Смотрите, он пишет. Тем более, что оно на ЛТВ. Вроде уже у многих укоренилась мысль о том, что русского языка на ЛТВ нет. Тогда нет. Это же многие годы. Да. Да, так что есть. Поэтому за два месяца. Ирина Ильичева, если сравнивать передачи новостные местные на русском и российские, на русском, которые в основном смотрят местные русскоговорящие, то мне кажется, конечно же, интереснее слушать проимонского маньяка, например, чем подмосковного. Это то, о чем мы говорили. К сожалению... Это то, что и данные показывают. Совершенно верно. У нас еще должно было быть пять минут, но баскетбольная трансляция. Я благодарю гостей, я благодарю зрителей за участие в нашей программе. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. Но прошу прощения. Сегодня наши коллеги из Астрая Гумстунда на Первом канале говорят о формировании нового правительства. Простите, уже утвержденного. Я, насколько понимаю, будут самые важные персоны. Переключайтесь на ЛТВ-1 в 21.15. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова